Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – Древняя Русь. Древняя Русь – это государство восточных славян, которое существовало в период IX-XIII веков. В данной теме мы рассмотрим различные аспекты жизни славян за этот период. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый – свидетельство о расселении славян. Второй – быт и нравы древних славян. Третий – язык древних славянских племен. Четвертый – религиозное верование древних славян. Пятый – правление князя Олега, объединение славянских земель. Шестой – правление княгини Ольги, Святослава, Владимира и других. Седьмой – принятие христианства и его роль в истории Руси. Восьмой – роль Киевской Руси в истории восточных славян и Европы. Девятый – распад Киевской Руси. Десятый – основание Москвы. Одиннадцатый – нашествие монголо-татар на Русь, завоевание Руси. Двенадцатый – освобождение от монголо-татарского ига. Древняя легенда о расселении славян Одна из самых древних легенд, представляющая древних славян и их расселение по Европе, это легенда о трех братьях, искавших лучшие земли для своих многочисленных семей. Имена этих братьев были Чех – старший брат, Лях – средний и Рус – младший. Они договорились, что селиться будут недалеко друг от друга, не более чем в двух днях пути. И первым нашел землю для своей семьи, своего племени, младший брат Рус. Прекрасное пограничное место, представляющее зеленые холмы, покрытые лесом и окруженные рекой. Здесь он остановился и стал осваивать землю, впоследствии получившей название Древняя Русь. Лях и Чех. Следующую остановку сделал Лях. Прошел всего один день пути, как среднему брату понравилась увиденная им земля. Богатые дичью зеленые густые леса и полные рыбы реки. И со временем здесь была основана земля Ляхов – Польша. Заканчивался второй день пути. И, наконец, старший брат Чех нашел то, что искал. Красивейшие места – холмы, раскинутые на берегах могущей реки. Здесь была основана Прага – мать европейских городов, как ее издревле звали и страна Чехия. Свидетельство о расселении славян. Но это всего лишь легенда. А имеющиеся факты говорят нам, что в начале нашей эры восточные славяне, – сегодня это русские, украинцы и белорусы – занимали территорию от Балтийского моря до Черного, от Карпатских гор до Верховий рек Аки и Волги. Мы не знаем точно, откуда они пришли на эту территорию. По одной версии, они жили на территории Индии около Гималаев, по другой – на Кавказе. Так или иначе, все эти группы, от которых произошли такие народы, как славяне, германцы, греки, римляне и другие, называются индоевропейскими и принадлежат к одной языковой семье – индоевропейской. Все эти огромные племена делились на разные группы. Славяне считаются в истории сравнительно молодым народом. Известно, что они расселились по Европе в первом тысячелетии до нашей эры и поделились на три группы по своему географическому принципу расселения. Восточные славяне – русские, украинцы и белорусы. Западные славяне – это поляки, чехи, лужичане, кашубы, словаки и селесцы. И южные славяне – болгары, босницы, македонцы, сербы, хорваты, словенцы и черногорцы. Быт и нравы древних славян Историки говорят, что славяне были высокими, светловолосыми людьми. Они жили поначалу, не строя крепостей и городов, а управлял ими совет старейшин. Вождя князя они выбирали только на время войны. Славяне были добродушными, гостеприимными людьми. Но в это же время они были жестокими и хитрыми на войне. Во время войны все, даже и женщины и дети, брали в руки оружие. Славянки шли на войну вместе со своими мужьями, чтобы не разучаться с ними даже в бою. А если муж погибал, славянка добровольно лишала себя жизни, считая, что жизнь без мужа невозможна. Воспитывая детей, славяне учили их быть войнами. С плененными, тем не менее, славяне обращались хорошо, давая им право выбора – выкупить себя или уехать и остаться жить с ними в братстве и свободе. В летописях и сведениях историков есть информация, что купцы, торговцы очень любили ездить к славянам, потому что среди последних не было воров и грабителей. Кроме того, у славян было принято, выходя из дома, оставлять двери не запертыми, а стол накрытый для неожиданных гостей. Славяне занимались земледелием, охотой и рыболовством. Они коллективно разводили домашних животных. Каждая семья имела свой участок земли, дом и орудия труда. Места охоты, рыбной ловли, пастбища – все было общим для пользования. На каком языке говорили древнейшие славянские племена? Лингвисты говорят, что на праславянском языке, который также называют общеславянским. Праславянский язык – это древнейший общий язык славянских племен. Все современные славянские языки происходят от этого языка и являются родственными. Так, русский язык родственен с украинским, болгарским, сербским, польским, чешским и другими славянскими языками. Кроме того, русский язык, как индоевропейский, родственен хинди, немецкому, испанскому, итальянскому, английскому и многим другим языкам этой группы языков. Религиозное верование древних славян. Как и многие древние народы, славяне были язычниками. То есть они поклонялись стихиям и верили в разных богов. Все вокруг было для них воплощением темной или светлой сил. Они обожествляли реки и озера, горы и леса, камни и многие растения. Из дерева и камня славяне делали идолов, фигуры богов. Известно, что у восточных славян было семь главных богов. Отсюда семья. Семья, как воплощение веры в этих богов. И богословенный ими союз. Это такие боги, как Перун, бог грома и молнии. Иерила, бог солнца. Велес, черный бог, владыка мертвых. Стрибок, бог ветра. Семаргл, бог смерти. Дождьбок, бог плодородия. И богиня, чье имя точно неизвестно. Некоторые ученые называют богиню Мокош, покровительницей ремесел. Но мы считаем, что ее имя должно быть связано с покровительницей любви и семьи. А значит, это богиня Лада. Статую этих богов стояли в специально отведенных местах. Куда приходили поклониться им и принести жертву. Создание первых городов. Итак, известно, что в первом тысячелетии до нашей эры началось переселение славянских племен. Часть славян переселилась на Балканы. Это многочисленная группа южных славян. Часть славян осела в Центральной Европе. Это западные славяне. А часть ушла на восток. Это восточные славяне, основавшие Древнюю Русь. Восточные славяне делились на различные племена. Поляне, кривичи, древляне, вятичи. Во главе каждого племени стоял князь, власть которого со временем стала наследственной. Князья создавали свои вооруженные отряды-дружины. Жили они, как правило, в отдельном поселке, вокруг которого селились различного рода ремесленники. То есть люди, занимающиеся тем или иным ремеслом. Кузнецы, гончары, плотники, сапожники и так далее. Они производили для дружины необходимые вещи, а дружина защищала их от нападений врагов. Такой поселок окружался глубоким рвом с водой, земляным валом и еще крепкой бревенчатой стеной. Так возникали города. Новгород и Киев. Первым городом восточных славян был Новгород. Раньше его называли Словенск. В первое время восточные славяне часто воевали с варягами. Так они называли скандинавов. А затем стали напротив, вместе с ними ходить в набеги, торговать. По легенде, дочь новгородского князя Гастамысла Умила вышла замуж за варяжского князя и родила сына Рюрика. В 862 году Рюрика пригласили стать князем Новгорода. Этот год считается годом начала государства Русь и династии Рюриковичей, которые правили на Руси с 862 года по 1598 год. Сохранилась легенда о том, как князь славянского племени Полян Кий и его братья Щек и Хариф построили город на высоком берегу Днепра и в честь старшего брата назвали его Киевом. Потомки Кия были первыми князьями Киевского государства. Правление князя Олега. Завоевание. После смерти Рюрика в 879 году вместо его маленького сына Игоря стал княжить Олег, друг и дружинник Рюрика. В те времена главной целью правителей, несомненно, было расширение и укрепление границ своего княжества, завоевание новых земель, приумножение существующих богатств и обеспечение экономического протестания. Этой цели всегда и служил Олег, которого за ум, удаль, преданность народу и дар предвидения называли вещем. Князем Киева тогда был Аскольд. Олег со своими варягами назвался мирными купцами, они заманили Аскольда в свой лагерь и убили. До сих пор на берегу Днепра сохранилось место, которое называется Аскольдова могила. Правление князя Олега. Расцвет киевского княжества. Олег захватил Киев, присоединил его к Новгороду и объявил главным городом Руси. Да будет Киев матерью городов русских. Он не просто укрепил позицию Киева, он помог его жителям в борьбе с хазарами. Известен Олег также и своим походом на Царьград, Константинополь, в знак победы над которым он, по преданию, прибил свой щит на воротах Царьграда. В результате этого похода было подписано первое мирное соглашение русских с греками, которое является прекрасным образцом юридической документации того времени. Согласно этому договору, греки платили дань, а русские купцы получали множество льгот, что содействовало расцвету экономического положения Великого княжества Киевского. Правление княгини Ольги и Святослава Владимир Красное Солнышко Принятие Христианства Олег правил в Киеве 33 года, с 879 по 912, а после его смерти князем Киевской Руси стал сын Рюрика Игорь. Он правил с 912 по 945 год. Он был убит во время сбора Дани с племен древлян. Поскольку его сыну Святославу в то время было всего три года, править Русью стала жена Игоря, Ольга. Она жестоко отомстила за смерть своего мужа, практически истребив всех молодых здоровых мужчин-древлян и сожгла их дома. Придание рассказывает, что Ольга была простой девушкой, ум и красоту которой заметил сам Олег и выбрал ее в жены Игорю. Во времена своего правления княгиня Ольга укрепила Киевскую Русь, установила порядки в сборе Дани и благоустроила свою территорию. Правление княгини Ольги и Святослава Владимир Красное Солнышко Принятие христианства Она правила Русью в 945-963 годах. Княгиня Ольга была первой христианкой, а позже, в XVI веке, ее причислили к лику святых. Древнерусский летописец спустя столетия писал о ней, что она светилась посреди язычников, подобно жемчугу в грязи. Ее сын Святослав прославился как полководец, разбивший хазар и вынудивший византийского императора платить ему дань. А его сын Владимир стал великим крестителем Руси. Во времена его правления в 988 году Русь приняла христианство, и князя стали называть Владимир Святой. После того он прославился укреплением Руси, расширением границ и распространением грамотности. За это в народе его называли Владимир Красное Солнышко. Киевская Русь Киевская или Древняя Русь 9-12 века возникла на торговом пути из Варяг в Греки, то есть из скандинавских стран до Византии. Это были земли восточнославянских племен, славенов, новгородцев, полян, древлян, кривичей и других. Они и стали ядром Киевской Руси. А на торговом пути построились и стали развиваться города Ростов, Чернигов, Полоцк, Суздаль, Владимир, Ярославль и другие. Основная часть этих городов образует сейчас Золотое кольцо России. Принятие христианства как официальной религии помогло Руси укрепить связи с Язантией, Болгарией и другими государствами Европы. Развиваются культурные и политические связи. И в XI веке Киев становится одним из мощных центров христианского мира. В городе проживает более 50 тысяч жителей и построено около 400 церквей. Ярослав Мудрый и Владимир Мономах Князь Киева Ярослав Мудрый украсил город по подобию Константинополя. Написал сборник первых русских законов «Русская правда». Собрал библиотеку, стал чеканить монеты. Построил знаменитый Софийский собор. Начал строить Киево-Печорский монастырь. При нем Русь стала повсеместно известной. Он сочетал браком своих детей с иноземными королями. Его внук Владимир Мономах продолжил дело своего деда. Построил много городов. При нем стали записывать историю Руси. Из Византии Владимиру прислали символы царской власти. Шапку с бриллиантами и золотую цепь. Сейчас шапка Мономаха находится в музее в Кремле. Поучение Владимира Мономаха Перед смертью Владимир Мономах написал книгу о том, как надо жить и управлять государством. Книга называется «Поучение детям». Хотя обычно ее зовут «Поучение Владимира Мономаха». Вот что он писал детям. «Не гордитесь, уважайте своих гостей, кто бы к вам не пришел. Не ленитесь, вставайте рано, работайте много». После смерти Владимира Мономаха начинается распад Руси как единого государства. На его территории образуются независимые небольшие княжества, которые не могут сопротивляться вражеским вторжениям. Киев перестал быть столицей Руси. Роль Киевской Руси в истории восточных славян и Европы. Киевская Русь просуществовала более трех столетий. Она сыграла очень важную роль в истории Европы. Восточные славяне, объединенные в единое сильное государство, сумели отбить натиск врагов, кочевников, не пустив их в Европу и сохранили свою независимость. Кроме того, Киевская Русь является колыбелью древнерусской народности, из которой затем сформировались русский, украинский и белорусский народы. Распад Киевской Руси Распад Киевской Руси вызвал возникновение разных земельных владений, независимых друг от друга. Даже экономические и торговые связи между многими из них отсутствовали. Новые города соперничали с Киевом. Киевские князья выделяли своим сыновьям землю с городами и селами, и поэтому в Киевской Руси возникло много небольших княжеств. Они образовали свои династии и отделились от Киева. Образовалась Новгородская земля, Владимира Суздальская, Смоленская, Новгородсеверская, Северская, Черниговская, Галецко-Волынская, Полоцкая и многие другие княжества. Их князья не подчинялись Киеву, издавали свои законы, имели свои дружины, сами управляли своей землей и устанавливали отношения с другими странами. Основание Москвы В это время начинается и развитие Московского княжества. Основателем Москвы принято считать князя Юрия Долгорукова, который в 1147 году заложил здесь город, построил деревянную крепость в удобном пограничном месте на берегу реки. Изначально это была небольшая пограничная крепость Владимирского княжества. Она была отгорожена от всех земель густыми лесами и реками. От набегов ее защищали несколько городов Новгород, Рязань, Псков, Смоленск. А потому убегавшие русские люди часто селились в Москве и рядом в селах. Это был перекресток торговых путей. По Москве-реке на судах плыли новгородские купцы к Волге и далее на восток. Мимо Москвы проезжали купцы с севера, а с юга ехали греческие и итальянские купцы. Торговые люди останавливались в Москве, обменивались товарами, а потому город становился важным торговым центром, рос и богател. Призыв слова о полку Игореве к объединению славян. Первое время Москва была в составе Владимирского княжества, но в 1263 году она получила самостоятельность. Ее князем стал младший сын Александра Невского Даниил. Он отвоевал у рязанских князей Коломну и по завещанию получил Переяславль. Его сын Юрий отнял у смоленских князей Можайск. В итоге все земли по Москве реке вошли в состав независимого московского княжества. Таким разделением на разные княжества пользовались враги Руси. В конце XII века появляется гениальное произведение неизвестного русского поэта «Слово о полку Игореве». Автор слова тревожится и переживает за судьбу родной земли. Он говорит, что князья сами себе раздор куют, а поганые с победами рыщут по земле русской. Он обращается ко всем русским князьям с горячим призывом. «Так вступайте же, князья, во злато стремя, за обиду нашего времени, за землю русскую». Нашествие монголо-татар на Русь завоевание Руси князья не объединились, не послушались призыва. Этим воспользовались монголо-татары, азиатские племена, которые жили на территории Монголии, Маньчжурии и Сибири. Войско монголо-татар называлось Ордой. В 1206 году монгольский вождь Чингисхан завоевал Китай и Среднюю Азию. После его смерти его войска продолжили завоевание и дошли до Балкана и Польши. В 1223 году на берегу реки Калка объединенные русско-половецкие войска, у которых не было единого вождя и полководца, столкнулись с монголо-татарским войском. Монголы побегили и жестоко расправились с пленными. И не стало больше богатырей на земле русской, повествуются в летописи. По преданию, именно в этой битве погибли бессмертные богатыри Добрыня Никитич и Алеша Попович. Татаро-монголы разорили и сожгли почти все южные города и селения. Великая печаль была на Руси. Все оплакивали погибших. Но это было только начало страшного завоевания Руси. Нашествие Батыя В 1236 году внук Чингисхана Батый перешел Урал и завоевал русские земли. В 1238 году он разорил Москву и сжег часть города. В 1240 году Киев был разорен и разрушен так, что его развитие задержалось почти на 100 лет. Потом Батый пошел с войском в Польшу, Венгрию и Чехию. Но у него не хватило сил бороться на два фронта против русских и завоевывать Европу. А потом он вынужден был вернуться. Русь с тех пор стали называть щитом Европы. Александр Невский. В это время своими боевыми подвигами был прославлен новгородский князь Александр Невский. Своё прозвище Невский он получил после битвы в 1240 году со шведами на реке Неве. Ему тогда было только 20 лет. Шведы хотели завоевать Неву и город Ладогу, чтобы закрыть для Новгорода выход в Балтийское море и захватить земли. Но стратегия Александра помешала им и они понесли поражение. Фраза Александра «Кто с мечом к нам придёт, отмечай и погибнет» стала крылатой в русском языке. Кто с мечом к нам придёт, отмечай и погибнет. Победа в ледовом побоище. В 1242 году происходит знаменитое ледовое побоище. Так в истории называют бой новгородцев с немецкими рыцарями Тевтонского ордена. Тевтонские рыцари захватывали различные европейские города и разрушали их. Они, как и их лошади, были в тяжёлых доспехах и их сложно было поразить как стрелой, так и мечом. Но Александр придумал заманить их на непрочный лёд Чудского озера и окружить со всех сторон. Немецкие рыцари потерпели полное поражение. Часть была убита, часть утонула, а часть взяли в плен. Эта победа стала исторической. подорвала силы Тевтонского ордена и спасла от немецкого порабощения. Кроме того, это был первый случай в истории, когда рыцарская конница была разбита пехотой. Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет. Победа в ледовом побоище. О подвиге Александра обратили на него внимание татарского хана и он приказал ему приехать в Орду. Александр был не только отличным полководцем, но и умным дипломатом. Он сумел понравиться хану и тот дал ему право стать князем в Киеве, а затем в 1252 году во Владимире. Владимир стал развитым культурным центром Северо-Восточной Руси. Русские города в период монголо-татарского иго часто протестовали против Дани, которые они должны были платить татарам-монголам. В ответ на этот протест татары посылали войска, сжигающие и разрушающие города и убивающие людей. Князь Александр умел договориться с татарами, спасая своих людей от грабежей и разгромов. 240 лет татарского иго. 240 лет продолжалась на Руси монголо-татарская иго. Все княжества обязаны были выплачивать монголам дань, а периодически еще и подвергались их опустошительным набегам. были разрушены и сожжены города, памятники культуры, задержано развитие цивилизации, Великая Древняя Русь перестала существовать. Остались лишь островки культуры и истории, вокруг которых собирались малочисленные потомки Великой цивилизации. Иван Калита Великий князь Сияруси Русские земли объединялись вокруг Москвы. Внук Александра Невского Иван брат Юрия принял управление Москвой после смерти брата. Это был умный и расчетливый политик. Он скупил земли у мелких князей и таким образом расширил свои владения. За большое состояние и накопительство его прозвали Калитой, что означало мешок, сумма. Согласно другой версии он всегда носил с собой кошелек Калиту, чтобы раздавать милость. Иван Калита наладил хорошее отношение с Золотой Ордой. Он первым отвозил дань, да еще делал ценные подарки хану и его женам. Хан пожаловал ему звание великого князя всей Руси. Москва стала политическим центром русских земель. Орда перестала посылать сюда своих представителей. Сбор и доставку дани поручили Ивану Калите. Теперь все князья зависели от Москвы и московского князя. Хитрая политика Калиты избавила русский народ от разорительных набегов, помогла развитию и на Руси начала расти сила, готовая дать сопротивление татарам. Куликовская битва освобождения от монголо-татарского иго. Со временем Золотая Орда стала слабеть, в то время как Русь во главе с Москвою крепла. Князь московский Дмитрий уже не хотел вплатить дань Орде. Правитель ее Мамай решил наказать князя и выступил вместе с огромным войском против Москвы. Это была знаменитая Куликовская битва, на которой войско татар было разгромлено. Авторитет Москвы возрос многократно. Ускорился процесс объединения русских земель вокруг Москвы. В 1480 году князь Иван III отказался платить дань Золотой Орде. Это считается концом периода монголо-татарского иго. Итак, подведем итоги. Древнерусское государство прошло множество испытаний за время своего существования. Язычество сменилось христианством, раздробленные славянские княжества воевали друг с другом за земли и власть. Их разобщенность порой сменялась периодами объединения и расцвета. Они пережили нашествие монголо-татар и добились освобождения. Как мы видели, Киевская Русь сыграла важную роль в истории Европы. Объединенные в единое сильное государство, славяне выдержали нашествие кочевников, не пустив их в Европу и таким образом создав своеобразный щит. Кроме того, Киевская Русь дала начало древнерусской народности, из которой затем сформировались русский, украинский и белорусский народы. Принятие же христианства как официальной религии позволило установить прочные политические торговые и культурные связи с другими христианскими государствами. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова